Уважаемый господин государственный секретарь, коллеги, мы приветствуем вас в Министерстве иностранных дел, мы продолжим тот разговор, который начат был вчера вечером на встрече у Президента Российской Федерации, я считаю, что он был полезным, позволил, по крайней мере, в том, что касается Сирии и Ближневосточного региона, заострить необходимость активизации нашей работы по регулированию кризиса и по наращиванию усилий для более эффективной борьбы с терроризмом. И мне кажется, это наша работа обретает еще большую срочность и актуальность в связи с отвратительным террористическим актом вчера в Ницце. И если вы не против, я предлагаю почтить память погибших минутой молча. И если вы не хотите, я хочу прожать память погибших в истории и тех, кто перихватывает в террористическом террористическом срещании. Спасибо. Спасибо. В любом случае, нам нужно работать. Мы запланировали поговорить сегодня о Сирии, о Украине, о Нагорно-Карабахском урегулировании, о Ближневосточном урегулировании. Вы недавно были в Израиле, поэтому рассчитываю на благотворный разговор, в том числе и по нашим двусторонним делам, которых вы вчера касались на встрече с президентом Путином. В любом случае, мы должны начать работать как планировали на Сирии, на Украине, на сеттлении пространства международного конфликта и на Нагорно-Карабах, и в том числе, в том числе, в Исраиле. Мы также будем фокусировать на наших билетологических проблемах, которые вы украли вчера. Добро пожаловать. Спасибо. Программа. Ну, скорее, thank you very much. Thank you for a very productive session last night. I wish I hope you will extend my appreciation to President Putin. We were there until 1 o'clock in the morning, and I know he had to get on an airplane to fly somewhere, so we're appreciative. И позвольте попросить вас перед благодарностью президенту Российской Федерации Путина. Мы вчера с ним проговорили до часу ночи, учитывая предстоящий полет. Мы особенно благодарны за эту возможность и считаю, что состоявшиеся переговоры были открытыми и серьезными. Мы присоединяемся к словам, которые выразили в отношении резни, которая прошла вчера, и выражаем свое крайнее возмущение в связи с произошедшим днем. Проблема заключается в том, что министры иностранных дел, вы и мы, руководители многих стран выражают эти соболезнования, и делают это практически каждую неделю. И в первую очередь, основной точкой и инкубатором таких террористов является Сирия. И я думаю, что люди все вокруг этого мира выглядят и ждут нас, и ждут нас, чтобы узнать нам на быстрое и более мягкое способ, И я думаю, что все возможное, что все возможное, что будет сделано, чтобы закончить эту террористую страду, и чтобы уничтожить мир в последнее компрессивные efforts возможных, чтобы бороться с их nihилистическим и неправильным подходом к жизни и к смерти. И я думаю, что сейчас весь мир возлагает надежды на нас и ожидает от нас того, чтобы мы на максимально быстрой оперативной основе предприняли ощутимые шаги, которые помогли бы им почувствовать, что мы предпринимаем все возможное для того, чтобы положить конец угрозе терроризма и для того, чтобы объединить весь мир на самой всеобъемлющей основе, чтобы положить конец их отвратительному негистическому подходу к жизни. И вы и я, и наши команды, и наши команды на самом деле на самом деле внести вклад в эту работу. Я надеюсь продолжить разговоры, обсуждения, которые состоялись вчера, которые проходили в последние месяцы. И, как вы сказали, я думаю, что это важно для мира, для пресса, чтобы знать, что мы не просто говорим о Сирии. Мы говорим о других хатспотах, что в том, что мы с вами возникли отец процесса, Палестана и Израиля, до Либии, до Йемена, и Ногурно Карабах. И я думаю, что на каждом из них мы смогли подвести хорошие подходы, и я надеюсь, что мы можем построить на них сегодня тоже. И я надеюсь, что мы продолжим эти платформы обсуждения, поскольку подходы, которые мы выработали, являются достаточно эффективными. И я думаю, что это будет очень полезно для всех нас. Конечно же, нам предстоит обсудить и Украину. Мы провели продуктивный переговор с президентом Путиным. Я также благодарен вам за это. Предстоит теперь проделать огромную домашнюю работу, но я думаю, что есть все возможности для того, чтобы обеспечить реальное урегулирование этого конфликта. Мы still have some gaps, and my hope is that in the course of this conversation and work right now, we can close those gaps and find a positive way forward. Finally, let me just say last comment. Russia and the United States have the ability, uniquely here, to be able to make a difference. And in making that difference, it can also have an effect on the bilateral relationship in ways that I think both you and I would like to see some progress. So this is an important conversation, and I thank you very, very much for laying out the time that you have and for approaching it as constructively as you have. Thank you. И, наконец, хотел бы отметить, что у России и США есть уникальная возможность привнести свой вклад и, на самом деле, изменить ситуацию к лучшему. И полагаю, что именно эта работа позволит преобразить наши двусторонние отношения. В этой области обе стороны испытывают крайнюю необходимость в обеспечении успешного развития двусторонних отношений. Поэтому полагаю, что эти переговоры являются очень важными. Благодарю вас за уделенное время и конструктивный подход к нашей работе.